Всем привет! На этот раз хочу показать. Сегодня я купила необычную морковку, фиолетовая и золотистая. И вот только одна в этом пучке попалась, обыкновенная оранжевая. Я недавно прочитала, что по некоторым данным до 18 века, по другим данным до середины 19 века морковка была в основном популярной сорта, именно вот такие фиолетовые и золотистые. А оранжевые считались большой редкостью, и их нормальным, большим таким производственным способом стали выращивать только в 19 веке. Ну, по другим данным, они уже были в конце 18 века. И я этим заинтересовалась, потому что я перечитала некоторые блокпосты по арту, и сказано было, что в старинных картинах, где есть в натюрмортах морковка, там были такие специальные направления даже, морковку выращивали, чтобы она была как минимум полметра, такая огромная, длинная. И в тех картинах, я действительно посмотрела и была очень удивлена, морковка была действительно фиолетовая. Потом европейские мастера сначала рисовали, потом уже, когда уже искусство пришло и в Америку, американские даже были картины, и там действительно я смотрела, морковка либо вот такая золотистая, либо темно-фиолетовая. А оранжевых сортов тогда было крайне мало, и в картинах вот этого искусства изобразилось то, что было в ту эпоху. Сейчас эти сорта считаются органик, очень редкими, и такие покупают, я бы сказала, довольно дорогостоящий продукт. Это такой пучок стоит от 2,5 до 6 долларов американских. Вот, выращивается только путем органик, как настоящего, как и нормально, всегда выращивали раньше, в старые добрые времена. Выращивали на грядке, без химикатов, и даже никакими пестицидами не поливали. Вот, и только из-за того, что процесс выращивания очень трудоемкий, считается, и оно растет естественным путем очень долго, намного дольше, чем с химикатами. Поэтому, это считается, что труда заложено много, никакой химии, или практически никакой химии. Из-за этого цена повышается, потому что нормальный пучок морковки 25 центов. Это норма. А вот такой, как минимум, в 10 раз дороже. 2,5 доллара – это минимум. А в других магазинах есть до 6 долларов за один вот такой пучок. Довольно небольшой пучок. Вот, от 2,5 до 6 долларов. И причем на этикетке здесь пишут, что это полностью, производство полностью органик, выращено натуральным путем. Вот, и пишут USDA. Мне вопрос присылали о том, что это за буквы. Это как государственная компания проверки качества товара. То есть, это такие разрешения продавать продукцию органик в любом из хороших популярных магазинов. Потому что в мелких магазинах органика практически никогда не найти. И это как госконтроль, госстандарт. И вот эта USDA марка ставится только когда поставщик получает специальную лицензию права на продажу продукции органик. То есть, они должны предоставить гарантию, что товар действительно качественный и полностью действительно выращен по всем стандартам выращивания органик продукции. Полностью органическая, никаких GMO, там генетически модифицированных продуктов в этом нет. Органик – это органик. А я заинтересовалась тем, что вот есть некоторые любители горманы, вот, они такое для блюд, для специфических продуктов. Ну, а тот, кто не горман, как я, я просто любитель всякой экзотики, такие покупают, вот, ну, для салатика, для украшений, потому что есть некоторые девушки, любительницы сделать какую-то фигурку из этого, чтобы украсить блюдо. Ну, сейчас посмотрим. Вот эта морковка, как мне сказали, как я это еще и читала, фиолетовая будет нормального вкусового качества, такая же, как оранжевая, а золотистая, она более сладкая. Говорят, похожа на репку, но вот репку, я не знаю, я никогда не ела нормальную репу, поэтому не знаю, с чем сравнить. Но, как мне рассказывали, золотистый вкус очень похож на репу. А фиолетовая, она практически такая же, как обыкновенная оранжевая, только вид экзотики. Ну, сейчас вот порежу хвостик этот, вот так режу, и посмотрим, какая она внутри. Потому что я сама раньше таки не покупала, вот сегодня нашла в магазине, решила купить, посмотреть, что он из себя представляет. Салатик, конечно, применим. Вот, почисти меня ножиком. Посмотрим, я ее чищу. Она такая фиолетовая вся остается. Так, ну, сейчас, по-моему, порежем пополам. Так, вот она в серединочке, я с вами показываю специально, в серединочке она еще золотистая, а по краям она вся вот такая фиолетовая. Я думаю, что если это для украшения блюдо использовать, то будет просто чудесно. Я недавно заинтересовалась делать такие вот нарезки салата, украшения. Как попрактикуюсь, что-то начнет получаться. Я тоже буду это показывать на видео, но только когда я попрактикуюсь. А сейчас вот просто купила интересную штуку, хочу показать. Такая необычная морковка. Вот, когда я спрашиваю, для здоровья правда ли это полезно? Очень, очень. Морковка, она очень сильно полезный продукт. Вот. И вот я еще читала, что делается домашняя косметика. Правда, я этим не занимаюсь. Я ставлю минимум косметики. Или уже такая косметика, которая проходит стандарт. Я уже когда делаю готический образ. Но я уже использую косметику, она пускай будет дорогостоящая, но главное, чтобы она легко смывалась. И косметики потом будет отдельный разговор. То есть у меня или минимум косметики, или уже максимум. Но я косметику наложу только тоник, на крем, чтобы она легко снималась. А, значит, натуральной косметики из морковки, я не знаю. Меня такие вопросы присылают иногда. Вот. Ну, в основном, я порекомендовала бы, что это для любителей украсить салат, любителей экзотики. Просто попробовать, что кто-то говорит, да, существует оно или нет. Да, оно существует. Интересно. Такая морковка, которую можно видеть на старинных картинах. Старинные профессиональные художники рисовали. Вот то, что рисовали мастера, можно сейчас такое же купить в магазине. Но цены в Америке бывают разные. От 2,5 до 6 долларов за пучок. Обыкновенная оранжевая морковка, которая выращена коммерческим путем, 25 центов. Ну, если повезет, можно и дешевле, можно за 10 центов пучок поискать. Ну, чем оно отличается? Вот, когда вы меня спрашивали, если вот эта морковка, почему она такая вот, вся эта продукция вот как бы невкусная? Некоторые, грубо говоря, вкус как тряпка. Ну, да, когда коммерчески выращивается, оно выращивается с большой скоростью, из-за этого не успевает набрать нормальные витамины, и вкус действительно практически отсутствует. Поэтому я всегда советую, конечно, что покупать органик, у него действительно настоящий вкус. У продукции органик, вкус настоящий, как он и должен быть, и каким он был 20 лет назад. Ну, дальше я не знаю, я, когда говорят, сколько лет назад, ну, я не помню. Когда я была маленькая, вкус был хороший. Я переехала в Америку сравнительно давно уже, и с гарантией можно сказать, что вот каким продукция вкус имела 20 лет назад, сейчас такая продукция, только органик имеет тот же самый вкус. Ну, вот и все. Ну, вот и все.